В Кремле считает преждевременным говорить о возможности встречи президента России Владимира Путина с премьером Японии Синза Абе в августе текущего года в Астане, куда Абе планирует приехать в рамках поездки по странам Центральной Азии, сообщает Интерфакс. Пока преждевременно об этом говорить, все поездки президента Российской Федерации на август еще будут уточняться, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом, он прокомментировал сообщения японских СМИ о том, что премьер Японии рассматривает возможность своей встречи с Путиным в Астане, которую премьер Японии планирует посетить в августе. Еще трое казахстанцев эвакуированы из Йемена, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Алтай Абебулаев. На сегодня из Йемена эвакуировано 18 граждан Казахстана, многие из них находятся уже на родине. Благодарим российскую сторону за помощь, написал Абебулаев сегодня в Твиттер. Как сообщалось, в минувшее воскресенье около 300 человек, в том числе и казахстанцы, были доставлены российским самолетом из Йемена в Москву. Ранее Министерство иностранных дел сообщало, что из Йемена эвакуировано 15 казахстанцев. Президент Казахстана Нарсултан Азербайев провел встречу с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммедом Джавадом Зарифом, пишет Кастак. «Со всеми главами государств Ирана я работал в доверительном ключе. С нынешним президентом Хасаном Рухани в прошлом году мы встречались четыре раза. Между нашими странами имеется большой потенциал для сотрудничества. Проводится большая работа в рамках возрождения Великого Шелкового Пути. Железная дорога из Казахстана с выходом к Персидскому заливу внесет вклад в укрепление экономических связей. Также между нашими странами налажено взаимодействие по Каспийскому морю, благодаря чему данный вопрос должен найти свое решение», — сказал Назарбаев. В свою очередь, Зариф передал главе государства приветствие от президента Ирана Арухани и выразил особую благодарность Нарсултану Назарбаеву за помощь в проведении переговоров со странами «Шестерки» по иранскому ядерному вопросу. «Никаких торговых войн между Казахстаном и Россией не ведется», — сообщил вице-министр национальной экономики Кейрбек Ускинбаев. «Не могут, в принципе, никакие поправки вноситься, потому что есть обеспечение безопасности страны, потому что те продукты, из какой бы они страны ни были, не соответствуют критериям безопасности нашей страны. Вы хотите, чтобы ваша семья или ваши дети ели просроченные продукты или продукты, которые не соответствуют санитарным требованиям? Никто же не хочет», — сказал Ускинбаев. «Возводить в ранг государственной политики — это абсурдно. Никаких поправок не будет по запрету по тем или иным причинам ввоза отдельных российских продуктов в Казахстан», — добавил Ускинбаев. Кейрбек Ускинбаев комментирует участившиеся в последнее время случаи изъятия из реализации в Казахстане продуктов питания российского производства, которые не соответствуют техрегламентам и нормам безопасности. В Кремле считают некорректными утверждения о начале торговой войны между Россией и Казахстаном, сообщает Интерфакс. «Я думаю, что это достаточно сильное преувеличение, но о том, что конкретно сейчас происходит, я не имею информации. В любом случае, я думаю, что такие формулировки, как торговая война, они не совсем корректны», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так, пресс-секретарь президента прокомментировал сообщение СМИ о начале торговой войны между Россией и Казахстаном в связи с качественными претензиями к ряду товаров. В Карагандинской области, близи города Балхаш, на базе учебного авиационного центра войсковой части номер 53-898, начались сборы летного состава военно-транспортной авиации ВВС Казахстана, пишет Интерфакс Казахстан. Целью этих сборов является подготовка к групповой слетанности экипажей, которые будут выполнять полеты строем на военном параде, посвященном 70-летию победы Великой Отечественной войне. Всего на сборах задействовано 7 военно-транспортных самолетов, среди которых Ан-72, Ан-26 и 33 военнослужащих летно-подъемного состава. О городских событиях вы узнаете сразу после рекламы, не переключайте. Продолжим выпуск. На этой неделе синоптики прогнозируют неустойчивую погоду. Местами по области ожидаются осадки и туман. Однако уже на следующей неделе актюбинцы почувствуют настоящее потепление. Завтра по области ночью ожидается плюс один, плюс четыре градуса. Днем температура воздуха прогреется для плюс семьи, плюс десяти градусов. 15-16 апреля погода будет иметь неустойчивый характер. Ночью на 15 апреля, по данным Астаны, ожидается дождь местами, по городу без осадков. Днем небольшой, до 16-го, местами также дождь, в основном это по восточной половине области. Местами туман 16-го ожидается. Ветер будет с северным с переходом на юго-запад на 9-4. И порывы местами по области будут до 15-20 метров в секунду. Это в основном 16 апреля. Температура воздуха 15-16 апреля днем составит 10-15 градусов тепла, местами плюс 20, ночью от нуля до 5 градусов тепла. До 20 апреля погода будет иметь неустойчивый характер, местами туман и осадки. А уже на следующей неделе ожидается настоящее потепление. Температура воздуха прогреется до 20-25, местами до 28 градусов тепла. Сегодня состоялось открытие Центра обслуживания предпринимательства с участием первых руководителей Актюбинской области, представителей крупных компаний и госорганов. Теперь он располагается по новому адресу в бизнес-центре Казына на проспекте Санкибай-Батыра. Помимо того, здесь значительно расширена перечень услуг, предоставляемых актюбинским бизнесменам. В последнее время местным бизнесменам власти стараются обеспечить зеленый свет по всем направлениям. Так, на базе Палаты предпринимателей в минувшем году был создан Центр поддержки, где потенциальных представителей малого и среднего бизнеса консультировали и помогали в оформлении документов. Теперь же для удобства и оперативности в продвижении новых бизнес-идей начал работу Центр обслуживания предпринимателей. Задумка такая. Предприниматель приходит и с одного места, то есть по принципу одного окна, получает весь комплекс услуг. Начиная с консультирования и заканчивая получением уже на руки разрешительных документов. Он сначала консультируется, потом подходит уже непосредственно к нашим сотрудникам, передает им эти документы по доверенности. Дальше наши сотрудники начинают всю эту процедуру и уже выдают на руки готовые документы. Сегодня Центр посетили первые руководители области, представители госорганов и крупных компаний. Смогли лично проверить, насколько изменились условия для будущих фермеров, промышленников и иных товаропроизводителей. Перечень услуг расширен до восьми пунктов и включает в себя помимо юридических и финансовых, еще и вопросы таможенных процедур, маркетинга, госзакупа, информационных технологий. В первую очередь будем помогать предпринимателям, которые хотят свое производство начать. Если раньше проблема была, и сейчас проблема существует, чтобы оформить всю документацию на открытие производства, это требовалось от полгода до года, и многие предприниматели потом говорят, что это очень сложно открыть производство, и даже некоторые бросают эту идею, мы будем заниматься торговлей и так далее. Поэтому, чтобы как-то эту проблему снизить, уменьшить, мы вместе с Национальной палатой предпринимателей, Центр сегодня начинает работу, его результаты, я думаю, в течение двух-трех месяцев будут видны. Но самая главная задача – это облегчить прохождение документов среди государственных органов и среди монополистов. А для того, чтобы решать все вопросы можно было по принципу одного окна, в Центре будут ежедневно присутствовать представители госучреждений и основных коммунальных предприятий. График приема уже составлен. Ирина Гудь, Сергей Калашников, программа «Факт». Более трех тысяч тонн мусора вывезено на полигон твердобытовых отходов с момента начала двухмесячника по благоустройству Акту-Б. Большая часть доставлена организациями и предприятиями после проведения чистых четвергов и субботников. Власти также отмечают активизацию жителей частного сектора. Напомним, на весь период акции горожане освобождаются от оплаты за прием ТБО. Месячник по саночистке города в самом разгаре. Коммунальщики констатируют, горожане проявляют активность и становятся частыми посетителями полигона. Мусор вывозят ежедневно и немалыми партиями. Действенными оказались как призывы администрации города проявить чистоплотность, так и предложение избавиться от хлама абсолютно бесплатно. Полигон твердобытовых отходов принимает без оплаты от всех жителей частного сектора и организации. На сегодняшний день с 1 апреля по 12 апреля принято городским свалочным полигоном 3 115 тонн мусора. И в этом году активизировался частный сектор. Частный сектор около 1000 тонн мусора завезли. Свои частные машины, газели, прицепами, легковым автовилем. Остальные 2115 тонн – это результаты субботников организации учреждений, проведенных в нашем городе. Правда, не всякий мусор с готовностью примут на полигоне. Запрещается вывозить шины, мазут, люминесцентные лампы, а также приборы, создающие угрозу экологической безопасности. Для этих целей существуют частные и государственные пункты приема. Что касается строительного мусора, то на полигон принимается лишь мелкогабаритный. Однако, не все жители города готовы довольствоваться наведением чистоты. Для порядка порой нужны более серьезные меры. Так, жильцы дома номер 2 по улице Мерзоян обращают внимание на двор, который не обустраивался с 1968 года. Я обращаюсь к каким-то городу Ак-Тюбе, Ерханову-Марову, помочь нам заасфальтировать придомовые территории и тротуары по улице Мерзояна 2-4. После того, как пройдут дожди весной, когда таяние снега, у нас здесь полный двор воды, и мы не можем ходить по этой придомовой территории. Своими силами можете территорию облагородить? Нет, как это мы сможем облагородить? Мы так сажаем в полисаднике цветы, травку сажаем для себя, чтобы было приятно выйти, посмотреть. Вот такое пожелание у ветерана трудового фронта. Возможно, что когда-нибудь и здесь все изменится к лучшему. А жильцам останется только вымести скопившийся за зиму мусор. Ирина Гудь, Сергей Калашников, программа «Факт». Акция «70 добрых дел», приуроченная к 70-летию Великой Победы, набирает обороты. В эти выходные в ее рамках ученики и студенты, а также бойцы из студенческих строительных отрядов наводили порядок на братской могиле. Младежь очистила территорию от скопившегося за зиму мусора, а также побелила деревья и ограждения старого кладбища. В результате на полигон твердобытовых отходов было вывезено более 30 тонн мусора. Продолжение темы в следующем сюжете выпуска. Это раньше белые перчатки надевали на балы и банкеты. Сейчас, стоит организовать их раздачу, это своеобразный сигнал. На носу – субботник. На него в эту субботу вышли ученики 5-й и 15-й школ, а также студенты местных колледжей и лицеев. Ребятам определили в качестве территории, подлежащей уборке, братскую могилу. Молодежь, которая с начала учебного года не раз принимала участие в различных мероприятиях по поводу 70-летия Великой Победы, охотно согласилась. Данная акция стартовала с января текущего года. Этой зимой наши волонтеры, активисты молодежных организаций помогали ветеранам. И сегодня мы проводим субботник на территории братской могилы. Сегодня принимают участие студенты СУЗов, а также ближайшие школы. Основная цель – это гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Сегодня на субботнике принимают участие свыше 130 молодежи. Вся эта акция проходит на добровольной основе, и в основном сама молодежь изъявляет желание в нем участвовать. На братской могиле последнее пристанище нашли 290 красноармейцев, умерших от ран во время Великой Отечественной войны в октябинских госпиталях. Спустя годы советская власть в дань памяти павших героев установила мемориальные плиты на месте их захоронения. Временами вандалы дают о себе знать. Поврежденные плиты не раз восстанавливали за счет бюджетных средств. Да и мусора к весне здесь всегда предостаточно. Благо молодежь не забывает о подвиге своих дедов и прадедов. А это значит, что за могилами героев есть кому ухаживать. Где-то в этом мире, где-то над нашими дедами, над нашими прадедами тоже убираются люди. Мы также убираемся над их дедами. Мы благодарны нашим дедам, что они воевали за нас, что они выиграли победу над Германией. Также мы проводим ежегодный субботник, произведенный к 70-летию Великой Отечественной Победы. Скапливается очень множество мусора, листьев, веток. Каждый год пятая школа и пятнадцатая производят уборку. Десятые и девятые русские классы. Многие люди приходят сюда часто, ветераны, старики, которые воевали здесь, которые дети войны. Они все помогают нам убираться здесь, ежегодно ставят цветы, венки. Мы ежегодно перебираемся здесь, но хлама меньше не становится. За зиму скапливаются не только ветки и опавшие листья, но и бутылки и прочий мусор. Сам, конечно, он сюда не попадает. Это все люди мусорят. Поэтому хотелось бы призвать не делать этого, ведь братская могила – это святое место. В результате субботника с территории братской могилы было вывезено более 30 тонн различного хлама. Помимо того, что студенты и школьники здесь подмели, они еще и побелили деревья и ограждение кладбища. Отмирал Майкузова, Сергей Калашников, программа «Факт». В ночь на воскресенье православные всего мира, в том числе наши области, отметили великий праздник – светлое Христово воскресенье. Это день, который символизирует для верующих жизнь вечную и прощение всех грехов. По случаю этого праздника во всех храмах региона прошли ночные богослужения и крестные ходы. Поздравить православных в Свято-Никольский собор также пришли руководители области. Продолжение темы в следующем сюжете выпуска. Пасха – всем праздникам праздник, торжество из торжеств. Даже человек иной веры, оказавшийся в актюбинских храмах в ночь на воскресенье, мог испытать самые прекрасные чувства. Священнослужители, облаченные в светлые праздничные одежды, пение церковного хора и колокольный звон. А еще сотни верующих, искренне молящихся за мир в доме и стране, о здравии и благополучии близких. Все это поистине создавало неповторимую атмосферу и проникало в самое сердце. В местных церквях, включая районы, в этот великий праздник собрались в среднем 15 тысяч прихожан. Главная же пасхальная служба по традиции состоялась в Свято-Никольском соборе. Сюда, ближе к полуночи, поздравить актюбинских православных пришли руководители области и города. Речь о Кима области, может, и не изобиловала религиозными терминами. Зато смысл был более чем ясен. Любить ближнего, быть честными, добрыми и милосердными. Не забыл глава региона и о своей земной роли. Религия, вера – неотемлемая часть жизни любого человека. Потому задача власть придержащих – создавать все условия верующим для отправления ими религиозных обрядов. Немыслимо жизнь отдельного человека и развитие страны. Ведь истинная религия призывает к добру, милосердию и человеколюбию. А значит, помогает нашему миру становиться лучше в умании и справедливее. Чем больше вера в сердцах людей, чем сильнее духом они становятся, и отдавая им больше сил, большому созиданию и развитию своей родной страны. Ровно в полночь – благовест, колокольный звон, символизирующий Христово воскресенье. Затем – крестный ход. Большая процессия во главе со священнослужителями три раза обошла церковь. И лишь после этого началось окропление святой водой – икон, прихожан и даже еды. Благосостояние верующих принято считать в барашках и яйцах, в зависимости от веры. Если исходить из этого, то актюбинские производители куриных яиц в Пасху получили неплохую прибыль. По завершению воскресного богослужения люди обменивались куличами и яйцами. Акмарал Майкузова, Сергей Калашников, программа «Факт». Это все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин